Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара, опубликованное в четверг решение ЕЦБ о запуске полномасштабной программы количественного стимулирования явно произвело на рынок впечатление. Это и неудивительно, поскольку регулятор поразил всех размерами программы покупки активов – 60 миллиардов евро в месяц, 1,1 триллиона евро до сентября 2016 года. Продление финансовых плеваний и далее до тех пор, пока инфляция не стабилизируется и не приблизится к запланированным уровням в 2%. Такая решительность ЕЦБ, к слову сказать, не характерная для него до последнего времени, и такие масштабы действительно могут развернуть негативный тренд по снижению потребительских цен в еврозоне и вернуть годовую инфляцию к ее целевому уровню. При этом стоит учесть, что пару месяцев назад ЕЦБ увел и депозитную ставку в отрицательную область, пытаясь заставить банки направлять средства на кредитование экономики. Таким образом, сочетание этих факторов на каком-то этапе могут улучшить экономические перспективы еврозоны и поддержать единую валюту. Причем первую реакцию рынка в плане возможного изменения ценовой динамики евро можно будет наблюдать уже в начале следующей недели, после того, как станут известны результаты сегодняшних выборов в Греции. Если победит леворадикальная партия Сирии, за весьма вероятно возникновение существенных разногласий между Грецией и ее международными кредиторами, включая ЕС и МВФ, вплоть до выхода страны из состава еврозоны. При таком варианте событий мы ожидаем увидеть еще один этап падения евро, диапазон которого, впрочем, будет довольно ограничен. Если же этого не произойдет или же новый парламент предпочтет достичь с кредиторами компромиссных соглашений, рынок начнет фиксацию прибыли и частичное закрытие сделок на продажу единой валюты. Это остановит дальнейшее снижение пары и развернет ее на коррекцию. Впрочем, до обнародования итогов очередного заседания ФРС США, которое состоится 28 января, валюта, скорее всего, будет удерживаться в боковом диапазоне движения. Инвесторы хотят прояснить для себя, изменится ли политика ФРС на фоне снижения темпов роста мировой экономики, падающих цен на энергоносители, понижающегося инфляционного давления и ультрамягкой политики ключевых центробанков мира. Если при всех этих факторах ФРС заявит о вероятности скорого перехода в режим повышения процентных ставок, это возобновит нисходящее движение единой европейской валюты в направлении паритета с долларом США. Таким образом, мы видим, что неопределенность ближайших перспектив на рынке все еще довольно велика. Тем не менее, практически безоткатное падение евро на 3 тысячи пунктов с середины прошлого года и на полторы тысячи пунктов за последние полтора месяца слишком значительно. Мягкое заявление ФРС в этом случае, скорее всего, поддержит коррекционный сценарий, учитывая, к тому же, что все ключевые события начала года уже произойдут и рынок будет свободен от ожидания каких-либо существенных изменений. При этом мы отмечаем, что факторы разворота единой валюты достаточно сильны. Текущий курс пары тестирует весьма значимый с июня 2010 года уровень поддержки 1.1115, который вполне может отразить медвежье давление продавцов. Технические индикаторы практически на всех таймфреймах сигнализируют о сильной перепроданности евро, что говорит о его скором развороте. К тому же, в основании снижения четырехчасового таймфрейма образовалась характерная разворотная свеча – молот, предупредившая об изменении направления ценового движения пары. В этих условиях в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары. Целевые уровни подъема 1.1230, 1.1270, 1.1300, 1.1332, 1.1382, 1.1400 и, возможно, выше в направлении ценового уровня 1.1460. Вместе с тем, учитывая негативный настрой рынка по отношению к евро и неопределенное ожидание итогов заседания ФРС США, не исключаем вероятность первоначального возобновления ограниченного снижения пары к целевым уровням 1.1062 и 1.1000, вблизи которых ожидаем завершение снижения и коррекционный подъем пары к вышеназванным целевым уровням. По паре фунт-доллар. Ценовая динамика пары фунт-доллар по итогам прошедшей недели не сумела дать однозначного ответа на перспективы ее дальнейшего движения. Большую часть недели курс пары провел в границах довольно узкого бокового диапазона. Позитивная экономическая статистика из Великобритании по занятости и заработной плате, опубликованной в ходе торгов, позволила быкам начать восстановление пары. Однако протокол последнего заседания Банка Англии, в котором были отражены итоги голосования по вопросу сохранения ставок, изменил ценовую динамику британской валюты. Два последних ястреба в комитете Ян Маккаферти и Мартин Уилл кардинально переменили свое мнение в пользу сохранения нынешнего низкого уровня процентных ставок. А в выступлении еще одного представителя Банка Англии Дэвида Майлза прозвучало заявление о том, что замедление инфляции позволяет не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики Банка. Таким образом, Банк явно склоняется к более поздним срокам пересмотра процентных ставок. Это усилило разочарование игроков и вызвало активные продажи британского фунта. Ко всему прочему, добавились порция негативной статистики по объему заемных средств для финансирования государственного сектора, продемонстрировавший растущий дефицит бюджета и решение Европейского центрального банка по программе увеличения финансовой ликвидности в регионе. Обвальное падение евро на фоне решения ЕЦБ было довольно нервно воспринято инвесторами и спровоцировало усиление продаж британского фунта. В результате к концу недели фунт доллар достиг новых полуторагодовалых минимумов, зафиксировав основание снижения на весьма значимом уровне поддержки 1,4950, который вполне может отразить медвежье давление продавцов. Технические индикаторы практически на всех таймфреймах сигнализируют о сильной перепроданности британской валюты, что также говорит о скором развороте. Об этом же предупреждает и волновая структура пары. Кроме того, фиксация прибыли в этой зоне и закрытие сделок на продажу британской валюты после ее семимесячного снижения вполне возможно, что наряду с другими факторами может спровоцировать коррекционное восстановление пары. Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,5050, 1,5072, 1,51, 1,5137, 1,5176, 1,52, 1,5236 и, возможно, выше в направлении очередного уровня сопротивления 1,5270. Вместе с тем, на фоне долларовых предпочтений рынка по-прежнему реальной является опция преобразования коррекционной модели треугольник в структуру бокового канала и последующее снижение пары. Проверочным критерием для такого развития событий станет пробой уровня поддержки 1,4950 и закрепление валюты под ним. Если это произойдет, снижение пары продолжится к ключевому уровню поддержки 1,4950 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1,4830, от которых затем последует разворот к вышеназванным целевым уровням подъема. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова